Короче, ребятушки, я не записываю уже третий раз видео, потому что телевизор времени начинает останавливаться. Снова повторяюсь, в общем, мы ели в Александру, и я уже практически подъезжаю. Я не удержалась, решила снимать. Вот, потому что я могу говорить, что я сразу не стала, конечно, снимать, потому что я смотрела, как бы, вокруг. Вот, до Павии вообще очень внимательно смотрела. Ребятушки, я просто в шоке. Я в шоке от стен, я в шоке от канальчиков, я в шоке от туннельчиков, я в шоке от того, что практически все дороги в городках идут под линии железнодорожные, понимаете? Они все там, всегда есть такой туннельчик, как бы, который въезжает под железнодорога, а железнодорога всегда на легко. Всегда на легко. Потом, я видела около Вагеры, это тоже городка посетим. Там просто, там просто куча железных линий. Вот, мы же в Тортуну тут тоже интересные. В общем, представляете, просто кончаются. 12 где-то путей железнодорожных, они просто кончаются около стены цементной, бетонной, и все. Их там нет, это не ширма, потому что потом идет сразу какой-то туннель под железнодорогу. Поэтому они прям кончаются, они кончаются просто около какой-то бетонной стены. Сейчас мы в Тортуну. Это у нас перед Александрой последней станции, решила уже снимать. В Тортуну мы тоже съездили. Я вспомнила просто, что у меня один друг живет в Тортуне. Он мне тоже говорил, что это гадушки Бавия. Я, конечно, это вообще просто от бабушки. Вот, в общем, сейчас я буду каждый день практически посещать, показывать вам, потому что это просто нереально исключительные съемки. Вы понимаете, это просто вообще от бабушки, понимаете, от бабушки. Я буду сейчас снимать, все равно ехать. Вот, я до Александра не могу снимать. Сразу я поставлю видео. Вот, потому что вы уже знаете, на что нужно смотреть. Плюс я вам говорю, что этот каменный забор, который идет часто около железнодорожных, рядом с железнодорожным полотном, которые не откуда появляются, никуда исчезают. Их я тоже, короче, уже посмотрела. И поэтому я вас приглашаю очень внимательно смотреть на все. Сейчас это видео поставлю, чтобы вы знали, что нужно смотреть в три глаза, везде, что я снимаю. На обратном пути я вообще все снимаю, потому что, ребятушки, все, что идет по полям, около дорог, около городов, это просто нереально, понимаете? Нереально, зашкаливающе, понимаете? И смотрите, как интересно, как только у нас какой-то городок, сразу очень много линий железнодорожных линий. Там до 20 даже, как только отъезжаем, но это странно, потому что, говоря, Тартона, она сейчас в Тартоне, да? Тартон, это очень маленький городок, понимаете? Зачем около него столько линий железнодорожных? А потом резко они все сужаются и идут в одно. Вагера, Вагера еще меньше, чем Тартона. И там тоже 20 людей. Это тоже очень интересный вопрос, понимаете? Зачем, зачем столько около каждой? А это, видимо, какие-то, какие-то стратегические, энергетические какие-то услуги, понимаете? Вот. В общем, ребятушки, я сейчас это видео поставлю, а потом буду сразу видео включу и сразу буду показывать, что у нас вокруг, творится вокруг, ну, от того, что я еду по этой, тоже с дорожной линией, да? И вы упадете в оборок. Ну, в общем, короче, шедевры я вам гарантирую. Шедевры в нашем плане смысле. И шедевры красоты. Те, кто ищет красоту, пока, конечно, для них ничего нет. А вот для нас это шедевр. Пока-пока. Смотрите меня, смотрите все, что я сейчас вам сниму за мной. Поэтому это видео я забью, чтобы вы знали уже, что нужно смотреть то, что он снимает. Внимательно. Вот. Поэтому пока-пока.